Трудные места писания с библейским порталом Экзегет, книга Бытия, 11 глава, 9 стих. Это рассказ о Вавилонской башне, все наверняка знают. Люди стали строить какую-то великую башню, некий великий проект. Ну и давайте я прочитаю с 5 стиха, чтобы был ясен контекст, переводит российское библейское общество. Господь сошел вниз посмотреть на город и башню, над которыми трудились люди. И сказал Господь, единый народ, у всех один язык, и ведь это только начало их дел. Что не задумает, все будет им под силу. Так сойдем же к ним и смешаем их речь, чтобы они перестали понимать друг друга. И рассеял их Господь по свету, так они и не достроили свой город. Поэтому этот город и называется Вавилон. Господь смешал там речь всех жителей земли и рассеял оттуда всех людей по свету. Но сразу надо сказать, что Вавилон Бавель созвучен еврейскому глаголу Балаль перемешивать. И, соответственно, созвучен он и тождественен. И, соответственно, какое-то объяснение этому имени здесь дается. Хотя, вообще-то, имя Вавилон на, собственно, вавилонском, аккадском языке, Баб-Илю, означает «врата Бога». Вот интересно, как «врата Бога». И действительно Господь там сошел на землю, чтобы посмотреть на строительство башни, которая должна была бы стать вратами людей на небо, вратами в божественный мир. Уже любопытно, что этимология, которая дана здесь, она, строго говоря, не отражает языковой реальности. Ну, очень можно было бы хорошо обыграть. Люди строили врата, чтобы подняться на небо, а Господь через эти врата сошел, чтобы их туда не пустить. Тоже прекрасный смысл, да, получается, но нет, не использовано это. Ладно, но мой вопрос скорее про другое, хотя мы вернемся к этому еще раз. Господь смешал там речь всех жителей земли. Это как? Вот обычно это представляют подобным образом. А все люди говорили на каком-то одном языке. Хорошо бы знать этот язык. Иногда, кстати, утверждают, что это язык древнееврейский, поскольку на нем потом было бы дано писание. То есть это вот такой изначальный язык. Но если посмотреть с лингвистической точки зрения, древнееврейский не самый древний язык на свете. Есть языки, которые сохранили какие-то более древние черты, семитские языки родственные древнееврейскому. В арабском падежи, например, сохранились. В древнееврейском от них только отдельные остатки. А есть еще там аккадский язык, язык, на котором в Вавилоне, собственно, и говорили. И получается, что это нельзя понять так. Вот был один древнееврейский, а потом из него вдруг получился китайский. И вообще вот представьте себе, это, конечно, чудо. Вот, допустим, что-то произошло, мы сейчас говорим по-русски, а что-то перемкнуло, и мы заговорили, кто по-китайски, кто по-португальски, кто на гваране языке индейцев, живущих в Парагвае. Вот совершенно другая структура языка, другая грамматика, другая лексика, вот все другое. То есть это должно поменяться наше сознание полностью, чтобы мы это сделали. Для того, чтобы остановить строительство башни. Не было ли проще способа, не знаю, вот как-то сжечь ее молнией или чем-нибудь еще, дать людям какой-то знак, что это не угодно? И, опять-таки, лингвистика довольно неплохо исследовала, как изменяются во времени языки. Но есть у нас эти данные, письменность существует уже несколько тысяч лет, и многие языки хорошо документированы. Вот, например, латынь была в Римской империи, а потом из народной латыни, из таких просторичных ее вариантов, стали возникать постепенные языки, которые тоже получили свою форму окончательно, не окончательно, а литературную. И у нас теперь есть испанский, португальский, итальянский, французский, румынский и некоторые другие языки. Это языки потомки латыни, и мы знаем, как они возникли. Вот лингвисты довольно хорошо могут датировать, в каком веке какое слово появилось, из какого другого или откуда оно было заимствовано. И языки меняются постепенно. Да мы это видим сами. Возьмите слово «полку Игорева», древнерусский язык, да? Не очень он понятен нам. Красив, но не очень понятен. Мы нуждаемся в переводе. И опять-таки возьмите тексты Пушкина, будут отдельные слова. Возьмите тексты 17 века, больше таких слов. Возьмите действительно слово «полку Игорева», много слов и конструкций абсолютно непонятных. Все меняется постепенно. И вот языки несут на себя отпечаток этих перемен. Вот мы в современном русском не используем звательный падеж, а у нас остались отдельные формы. Отче, Господи, Боже. Мы, допустим, не используем местоимение «сей». Мы не говорим «сия книга». Пару столетий назад говорили. Но «по сей день». То есть такие застывшие отдельные словечки и выражения. Как это вот все сразу взялось и поменялось? Вот Господь не просто сделал так, что люди стали говорить на разный лад, но Он почему-то сделал так, что будущий португальский язык очень похож на будущее испанский, а будущее русский на будущее белорусский, да? Стоп, но они же менялись уже после, да? То есть, что же, вот изменение языков было не одномоментным? С точки зрения науки, безусловно, да. Но когда мы читаем книгу «Бытие», мне кажется, мы должны... У нас нет другого выхода просто, если мы хотим быть честными. Мы должны понимать, что это язык мифопоэтический, это не язык естественно-научный. И очень часто то, что могло занимать миллионы лет сотворения мира, вот современная наука, которая ждает, занимала миллионы лет, описано как занимающее нечто один день. Так что же, Вайландская башня? Ну, это, скорее всего, описание некоторых зекуратов, которые были в Междуречии, вот таких храмов, очень похожих на лестницу в небо, да? Они строились ступеньками. И, конечно, они строились не в одном месте и не один раз, но здесь описано как одна башня, которую строят абсолютно все люди для того, чтобы залезть на небо. Но, может быть, это не рассказ о каком-то конкретном событии, может быть, это рассказ о архетипической такой схеме. Вот оно происходит периодически. Люди создают некую великую империю. Они хотят залезть на небо, они хотят самоутвердиться. А потом Господь смешивает их языки. Знаете, я в одной такой империи родился. Я наблюдал, как языки их смешались. Нет, никто не заговорил на новых языках. Туркмены говорили на туркменском, эстонцы на эстонском, русские на русском. А понимать друг друга перестали в какой-то момент. И империя развалилась, и башню не достроили. Дворец Советов, например, который должен был стоять на месте храма Христа Спасителя, да, но не получилось. По целому ряду причин, отчасти технических, отчасти общественных. Может быть, это та же самая история. Смотрите, люди утратили взаимопонимание. Здесь что, собственно, нужно? Не то, чтобы в мозгу полностью перестроились все структуры, связанные с речью. А мы сегодня, в общем, немного представляем, как это устроено. Да, у нас нейронные связи и все такое прочее. Вот взяли и сразу поменяли все нейронные связи, так что человек заговорил на другом языке. Нет, но утрачена была способность к пониманию. А не бывает ли так в обществе, что люди говорят на одном языке, у них словарь один и тот же, грамматика одна и та же, даже стилистика похожа, а понимание утрачивается? А люди на этом одном языке начинают говорить взаимоисключающие вещи и не слышат друг друга. Мне кажется, это бывает. И я уж не буду приводить более современных примеров, но я думаю, что они есть. И, может быть, здесь как раз описана ситуация, когда вот эта утрата понимания, она предотвращает попытку ворваться в небо на своих условиях. Вот что, собственно говоря, и затевали строители Вавилонской башни. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.